Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. Гостехнадзор отметит 60-летие со дня своего создания. Какие задачи стоят перед сотрудниками ведомства, а также с какими результатами они подошли к юбилейной дате, об этом мы попросили рассказать главного государственного инженера-инспектора гостехнадзора Хакайсии Сергея Жулева. Сергей Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Валерьевич, а какие функции и задачи стоят перед гостехнадзором? Какими полномочиями вы обладаете? Служба гостехнадзора осуществляет надзор за эксплуатацией самоходной техники, дорожно-строительной техники и иной. То есть в процессе эксплуатации, в процессе использования, основная задача – это сохранение жизни и здоровья людей, которые работают на этих видах техники. Действительно, Вы правильно сказали, что 18 апреля 1958 года зародилась эта служба, ей 18 апреля будет 60 лет. Вообще, функции и задачи этой службы, они многогранные. Если учесть ту ежедневную рутинную работу, то она, конечно, связана работой с общением с людьми. Мы выполняем четыре вида госуслуг. Это регистрация, перерегистрация транспорта, это осуществление технического осмотра, это прием экзаменов, выдача водительских удостоверений, замена водительских удостоверений. Ну и выдача, конечно, свидетельств учебным организациям о соответствии с их материальной базой и самообразованием процесса, тем требованиям, которые должны быть предъявлены к ним. Одна из главных Ваших задач – это все-таки регистрация и перерегистрация транспортных средств. Скажите, а какую технику необходимо регистрировать у Вас? Что подразумевает под собой самоходная техника, вот этот данный термин? Ну, если просто обыденным языком сказать, то это та техника, которая не регистрируется в ГАИ, в военной автоинспекции и в органах Ростехнадзора. Вообще у нас девять категорий техники, которые регистрируются. Это четыре позиции категории А, ну, если разбить их, то А1 – это мототехника, которая не предназначена для дорог общего пользования, это снегоходы, квадроциклы. А2 – это техника, которая не превышает, внедорожная техника, вес которой не превышает 3,5 тонны и количество пассажиров до 6 человек. А3 – это техника, вес которой превышает 3,5 тонны, но не входит в категорию А4. То есть это белазы, вот эти горные техники, которые большие, самосвалы. И А4 – это тяжелая, А4 – это техника, которая связана для перевозки людей. Это автобусы, которые ездят в аэропорт, в аэропорту, наша техника, которые связаны для перевозки людей. И пассажира мест там более 8. БЦД – это различные тракторы, бульдозеры, эскаваторы, ну, небольшие. Д – это большая техника, такая тяжелая, гусеничная, эскаваторы, бульдозеры. Ну, а Е – это комбайны, кормоуборочные, зерноуборочные, различные сельхозтехники. Скажите, а какие правила существуют для постановки на учет данной спецтехники? Что необходимо для постановки на учет? Вы знаете, ничем, наверное, не отличается и от тех условий, которые существуют в ГАИ. Эта техника предоставляется на осмотр, сверяется на мирные агрегаты, после чего предъявляет хозяин этой техники документы, подтверждающие право его владения. Это паспорт самоходной машины, свидетельство самоходной машины, квитанцию об оплате и заявление установленного образца, ну и паспорт для установления личности. Но некоторые виды техники не предназначены для проезда по дорогам общего пользования. Как ее тогда предоставить вам на осмотр? Мы выезжаем, мы выезжаем, осматриваем. Если взять, проанализировать, да, то большинство техники мы выезжаем. Наверное, та техника, которую пригоняет, составляет всего от общего объема 1%. Ну, это такая, как квадроцикл, снегоходы, которые можно привезти беспроблемно к нам в гостехнадзор на прицепе. Мы осматриваем все. А остальную технику ездим, мы осматриваем на места. А в целом у нас в регионе много самоходной техники? У нас на сегодняшний день 12 897 единиц техники. Это вот по отчету, по последнему. Ну, из них 6 тысяч – это тракторы. Если вам интересно, количество снегоходов около 460 квадроциклов. Но они идут тоже в разные категории. Квадроциклы, болотоходы. Причем интересно, если они идут с паспортом самоходной машины, они регистрируются у нас. Если идут с паспортом транспортного средства, они регистрируются в ГАИ. Ну, таких единиц у нас где-то 178 штук. Ну, понятно, что очень многие не стоят на учете. Ну, и мы вынуждены, конечно, проводить некоторые мероприятия. Мы вот не раз уже выезжали в приисковый. Ну, в основном это работы профилактического характера. Разъясняем, раздаем памятки. Объясняем, какая административная ответственность существует. Понятно, что причина одна. Уходят от уплаты налогов. Хотя налоги, я вам скажу, по сравнению с автотранспортом, совершенно небольшие. Ну, к примеру, допустим, Белазы от 5 до 26 тысяч. Если возьмем квадроциклы снегохода, ну, до полторы тысячи. Также вы сказали, что и выдача прав тоже ваша функция. Скажите, прием осуществляется так же, как на права на автомобиле. То есть вы присутствуете на экзамене и оцениваете навыки вождения кандидата. Да, совершенно верно. Вообще в Хакасии на сегодняшний день существует 19 образовательных учреждений, которые обучают именно на трактористов, машинистов. Ну, в частности, в Абакане их чтение, там, в других территориях другое количество. Обучение составляет, ну, где-то среднем от полтора до трех месяцев. Вот срок обучения. Также приходят в учебные организации, обращаются, оплачивают необходимые финансовые средства, которые затратены на обучение. Предоставляют пакет документов, после чего они сдают внутренний экзамен, так же, как в ГАИ. Они получают свидетельство об окончании учебного заведения. И после этого они уже, согласно заявке, мы определяем день, и эта группа сдает экзамен уже в гостехнозоре. Выезжает наш сотрудник на трактор «Адром», где первое. Тоже разделяется на два этапа. Первый этап – это теоретические экзамены. Причем количество вопросов в зависимости от категории, от пяти до десяти вопросов. Количество ошибок, которое разрешено, тоже две, так же, как и ГАИ. И здесь есть некоторая особенность. При не сдаче экзамена, следующий экзамен назначается сроком не ранее семи дней, то есть на восьмой день и дальше. Но есть такая особенность. Если прошло три месяца, то положительные результаты теоретического экзамена, они теряют свою значимость. И он вынужден проходить по новой экзамены теоретически. Политический экзамен представляет из себя, ну, тоже выполнение, в основном, трех элементов. Элементы такие же простые, как горка, подъем, остановка, въезд с задним ходом в гараж, змейка, разворот в ограниченном пространстве и так далее, согласно методике. Есть некоторые предприятия, которые работают вахтовым методом. Им очень тяжело, в том числе, вывезти сюда кандидатов. Поэтому мы выезжаем туда. В частности, вот есть в Аскийском районе, там преподаватели прямо на месте обучают вахтовиков. Там же они проходят практику, там же они в карьере четко уже работают. Ну, как правило, они уже, конечно, практическое вождение сдают четко, а не потому что выкатывают большое количество часов там, и они просто уже действительно, практика у них великолепная. А скажите, вот иногда в летний период времени можно наблюдать на тех же дорогах столицы Хакассии и водителей квадроциклов. Но, насколько я знаю, эта техника не предназначена для движения на дорогах общего пользования. То есть, такие водители, они нарушают правила? Да, получается. Так, она, один категория, она и поясняет, что мототехника не предусмотрена для использования по дорогам общего пользования. Это категория один, где четко-четко прописано порядок использования. Ну, вот мы тоже проводим такие мероприятия профилактические. Вообще, у нас их порядка двух в течение года. Это первый в феврале операция «Снегоход», по ней четко работаем по этой категории. И операция «Трактор». Ну, мы разбиваем и проводим в два этапа. Ну, первый – это когда посевная, подготовка к посевной. Мы же понимаем, что технику они должны подготовить четко, чтобы заниматься посевом урожая, а не лежать под трактором и тратить драгоценное время. Тем более, учитывая наши климатические условия, что каждый солнечный день дорог. Ну, и второй этап – это когда в июль-август, когда идет уборка урожая. А в ходе таких рейдовых мероприятий много нарушений? Вот я вам скажу, что по 2017 году было осмотрено в рамках операции «Трактор» более двух тысяч самоходных машин, 186 административных протоколов было составлено. Из них 32 на должностных лиц. По операции «Снегоход» 56 было составлено протоколов, 18 на должностных лиц. Вообще, мы сейчас работу свою строим на привлечение к административной ответственности именно должностных лиц, тех людей, которые отвечают за выпуск на линию этой техники, которые должны контролировать технические ее состояния. Ну, доказав водителя, да, трактора, наверное, это не будет иметь такой силы. Когда должностным лицом привлекаешь к административной ответственности, его потом действие, конечно, касается всего парка. Он понимает, что любая единица техники, которая будет где-то нами остановлена и проверена документами, не будет соответствовать, и он будет опять привлечен. Но это, конечно, подталкивает к тому, чтобы лучше всего, конечно, сделать так, чтобы не было никаких вопросов, тогда будет и комфортнее работать. Скажите, а вот при проведении той же операции «Снегоход» поймать нарушителя, как мне кажется, непросто. Все-таки снегоходы – это большой снег, на обычных автомобилях этого сделать не получится. То есть вы обладаете тоже спецтехникой для поимки нарушителей? Хотелось бы сразу уточнить, вот эти операции, которые мы проводим, мы их проводим, конечно же, совместно с ГАИ. У нас есть соглашение, подписанное в МВД по республике Хакаси. Работаем мы совместно. У нас есть, да, два снегохода, утилитарника. Конечно, они не имеют такой возможности догнать и остановить технику, которая сейчас используется на РГАКах, да, которая на приисковом. Это горные такие серьезные машины, которые, ну, во-первых, по большому покрову снега могут двигаться в любую, будем говорить, в любой подъем. Поэтому, ну, в основном мы работаем на профилактику. А не так давно Гостехнадзор в Абакане поменял адрес. Куда теперь можно обращаться с жителем? Ну, сейчас располагаемся по адресу улица Кирова, 81. В этом здании два входа. Левый вход, где висит вывеска Гостехнадзор, ведется непосредственно прием граждан, там зал приема. И в средней двери на втором этаже находятся два кабинета. Это сотрудник, который отвечает за оказывание экономико, в том числе и мой кабинет. Поэтому в случае возникновения какие-то спорные ситуации я всегда открыт, в любое время ко мне могут люди обратиться. 18 апреля Гостехнадзор отметит 60-летие со дня своего создания. Как готовитесь к этому празднику и как будете отмечать? Ну, мы подготовили некоторые поощрения для сотрудников. У нас в целом за многолетний труд на сегодняшний день правительственной награды. Только награждено 5 сотрудников. За многолетний добросовестный труд различными видами. 19 числа мы планируем провести торжественное мероприятие. Будет оно проходить у министра транспорта. Мы, конечно же, скажем добрые слова каждому сотруднику, в том числе нашим ветеранам. Почерим их. Пусть это останется пока для них маленькой такой тайной. Конечно, скажем добрые слова. Ну и в заключении мне бы хотелось от всей души, учитывая, что 60 лет, наверное, срок это большой для службы, что она существует, она нужна людям. Мне хотелось бы поблагодарить от всей души, во-первых, ветеранов, пенсионеров, которые сейчас находятся, бывшие сотрудники, сотрудники действующие. Ну и, наверное, тех людей, которые пользуются нашими услугами. Это водители самоходной техники, которая стоит у нас на учете. Это должностные лица, крупные различные предприятия, которые нужны, которым мы нужны. Пожелать счастья, здоровья, успехов, востребованности. Ну и с праздником. Сергей Валерьевич, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова